Массовые занятия спортом и питание в школах. Вопросы весьма актуальные, особенно в преддверии Всемирного дня здоровья. Цифры и факты с правительственной комиссией по вопросам охраны здоровья населения. Против миопии, самого распространенного заболевания школьников, кабинеты охраны зрения. Для осанки больше занятий спортом. Третий урок физкультуры. Общевозовательными организациями налажено тесное сотрудничество детско-юношескими спортивными школами, физкультурно-спортивные комплексы по проведению уроков плавания. Дети из сельских школ на школьных автобусах приезжают в плавательные бассейны. И, конечно, детское питание. Сейчас в Чувашии 95% всех школьников получают горячее питание. Более 200 миллионов из республиканского бюджета направили на оборудование пищеблоков. В этом году на очереди детские сады. Однако вызывает вопросы качества питания. Да и цены сейчас на комплексные школьные обеды серьезно разнятся. В среднем 35,40, максимально 70 алаты. Минимально 12 рублей ядовецкий район. То есть вот разброс есть, да. Зависит от того, какие продукты питания используют, какие кто-то использует еще. То есть ядовецкий район за 12 рублей комит реально. Питательно, вкусно. Или первое блюдо, или второе без салата, или без закусок на завтраки, допустим, идут. Но нас беспокоит то, что несоответствие калорийности и удельный вес несоответствующих проб по калорийности у нас увеличился в этом году. По школам это 5,9%. А в целом, если по детям, подросткам взять, то по сравнению с предыдущим годом увеличение где-то на 40%. Проблема в том, что по вопросам здорового питания нет нормативных документов. Они только еще разрабатываются на федеральном уровне. И здесь, в 2019 году, распоряд надзором, будут разработаны изменения законодательства Российской Федерации, которыми будут закреплены понятия здорового питания, а также будут установлены требования к данному виду питания. На правительственной комиссии говорили и о здоровом образе жизни, ведь он напрямую связан со спортом. Привлечь людей к занятиям физкультуры призваны многочисленные проекты. Это и зарядки со звездой, дни открытых дверей в физкультурно-оздоровительных центрах. В ближайшее время возобновят ставшие уже традиционными в республике прогулки с врачом. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.